В это воскресенье казахстанцы отметят День труда. Праздник учредили 10 лет назад. Таким образом в стране возрождают традиции уважения к рабочим профессиям и прививают любовь к труду. Традиционно к дате в стране проводится множество мероприятий. Одно из них – республиканский конкурс «Янбек Жолы». Сегодня в столице чествуют победителей состязания. На месте событий находится наша съемочная группа. На связи моя коллега Алина Буржанова. Алина, расскажите, какие итоги конкурса? Здравствуйте, Надежда. Да, итоги к этому часу уже известны, но об этом хочется поговорить немного позднее. Пока расскажу об истории самого конкурса. Он ежегодно проводится во всех регионах страны. Победители выбирают по трем номинациям. Это «Лучшая трудовая династия», «Лучший наставник» и «Лучший молодой работник». Думаю, названия этих номинаций говорят сами за себя. В этом году поступило больше 600 заявок. Предварительно были отобраны победители в регионах. Именно они и приехали сегодня, чтобы участвовать в главном состязании. И вот сейчас рядом со мной находится один из победителей конкурса. Нуркасы Абатов стал лучшим наставником молодежи. Вот уже 36 лет. Он совмещает работу хирургом, преподавателем и занимается наукой. Еще раз здравствуйте. Поздравляю с этой наградой. Расскажите, как вам удается совмещать все эти обязанности? Это моя работа. Призвание, желание и необходимость. Поэтому приходится совмещать. Вас выбрали лучшим наставником молодежи. Так какие навыки вы пытаетесь закладывать новым специалистам? Ну, умение работать, работать с пациентами, быть достойным, быть надежным, как врач. И, наверное, моя задача, одна из главных, это помогать, способствовать и, когда надо, поддерживать. Хорошо, спасибо. А как вам удается совмещать это с работой хирурга? Ну, работа хирурга, наверное, это уже образ жизни, призвание. Это так надо жить, тогда это получается. То есть что-то из личных вещей, приоритетов отставлять, отдавать всю себя. У врачей-хирургов никогда телефон не отключается 24 на 7. Когда необходимо, ночью, днем встал и поехал. Вот таким образом надо жить. И мои ученики таким образом живут сегодня, служат надежно. Я уверен в своих учениках. Спасибо большое. Желаю вам дальнейших успехов в работе. И надеюсь, вам удастся привить любовь к труду и подрастающему поколению. А я напомню, мы находимся на финале республиканского конкурса «Янбек Жолы». Он проводится ежегодно, традиционно в канун Дня Труда. В этом году праздник выпал на воскресенье, 24 сентября. На этом у меня все. Студия, вам слово. Спасибо, Алина, за интересную информацию.